Сегодня в парламенте Карачаева-Черкесии состоялась очередная 41-я сессия Народного Собрания. Депутаты рассмотрели ряд важных законопроектов, в том числе изменения в закон о главе Карачаева-Черкесии, о бюджете на плановый период и другие. О наиболее значимых и важных законопроектах смотрите подробности. На пленарном заседании внесены изменения в закон о главе Карачаева-Черкесии. Основные тезисы. Глава предоставляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги несовершеннолетних детей. На главу распространяются ограничения и запрет, установленные для членов правительства России. Статья, регулирующая полномочия, главы дополняются новыми нормами. Мы расширили полномочия главы республики в части того, что он вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащие исполнение своих обязанностей. Также, если в течение месяца, если они этого не сделают, он может и отрешить их от должности. Что касается бюджета, предлагается увеличить плановые назначения по налогам на полмиллиарда рублей. Общий объем доходов бюджета составил 40 миллиардов 300 миллионов рублей. Учтены в полной мере социальная поддержка, увеличение заработной платы бюджетникам и лекарственное обеспечение населения. Кроме того, предусмотрен резерв средств на софинансирование федеральных законов о минимальном размере оплаты труда, о мероприятиях по реализации государственной социальной политики и закона об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. Создан резерв на софинансирование публично-нормативных обязательств и реализацию указа президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. Таким образом, общий объём расходов бюджета составил 42 миллиарда 61 миллион рублей. Дефицит остался без изменения и сохраняется на уровне 1 миллиард 758 рублей. В двух чтениях принят законопроект о приостановлении отдельных положений закона об инвесторах. Документ предусматривает меру господдержки для инвесторов в виде введения моратория на прекращение господдержки из-за неисполнения инвесторами условий соглашения в условиях санкционного давления. Мы в течение последних полугода рассматриваем уже третий законопроект, который именно идёт навстречу бизнесу, навстречу малому и среднему бизнесу предпринимателей, в какой-то степени даёт послабление. Мы принимали законопроект о льготах по основным средствам предпринимателей, которые задействованы в приоритетных и национальных проектах республики. В общем, сейчас всем тяжело, предпринимателям тоже тяжело, и правительство делает всё возможное для того, чтобы эту тяжесть как-то облегчить. Также депутаты внесли изменения в закон для уточнения порядка замены мирового судьи при прекращении или приостановлении его полномочий. Определён расчёт предельной величины среднедушевого дохода для основных социально-демографических групп населения. Установлен беззаявительный порядок перерасчёта ежемесячных выплат для детей от 3 до 7 лет. Всего парламентарии рассмотрели 16 законопроектов. Муратин Кёзов, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.